Мир Божий всем дорогая церковь! И для размышления в субботний вечер хочу предложить тему Церковь и благословение Елисея. Это слово, оно непосредственно связано с той обстановкой, в которой мы сегодня живем, с которой мы столкнулись, с теми вызовами. То есть я хотел бы предложить живое слово или живое такое предложение на те вызовы или проблемы или окружение, которые мы имеем с вами сегодня. Ну не просто теория, нам есть о чем проповедовать, нам есть о чем размышлять, но для нас важно сегодняшний день закончить подвижение Божьего Слова, завтра день начинать в движении Божьего Слова. Вот именно благословение Елисея, пророка, для нас в этом является ярчайшим примером. И в современности именно Церковь является благословение, которое было некогда дано древним пророкам, необыкновенным людям, следовательно. Церковь – это собрание необыкновенных людей. Это непосредственное сообщество людей, которые что-то там делают, или социальных групп, которые о чем-то говорят или выдвигают какие-то лозунги. Но Церковь, как и пророк Елисей, вот в пророках мы видим четкое отображение движения Божьего Слова. Движение Божьего Слова – это характер Церкви. Смотрите, Божье Слово посылается с небес на землю. Ну, у пророков принято провозглашение Божьего Слова обозначить таким заявлением – «так говорит Господь». И в Писаниях мы читаем, что говорит Господь. И Слово Господне, оно посылается на землю, и оно начинает исполняться. В древности было это нам показано через пророков. Чем отличается благословение Елисея? Первое. И Елисея, и Еремий, и пророка Изекииля, и Саи, и всех пророков, подвиг которых зафиксирован в священных писаниях. Христос как-то подчеркнул, что большая часть пророков Божьих, они погибли во время исполнения воли Господней. Они погибли, когда несли это Слово для воплощения Его в мир. И эта гибель, она меняется им в величайший подвиг, является примером для Церкви. И во все времена непросто было для Церкви Христовой принять Божье Слово и передать его в мир, и при этом пострадать, при этом оказаться в тесноте. Непросто было. И сегодня непросто. Мы ощущаем ту тесноту, и то противостояние, которое мы имеем в Церкви. И как пророкам было дано Слово поделиться, так и Церкви дано Слово. Я вернусь к пророку Елисею. Опять же, та же самая мысль. Благословение пророка Елисея выразилось прежде всего в том, что ему было дано Слово от Господа. И он услышал это Слово от Господа, и он понес это Слово от Господа. Здесь как бы все понятно. Мы с вами видим, что диалог между Господом и Елисеем, он начался ранее, чем пророк Илья проходил мимо поля, на котором работал Елисей, и бросил на него свой плащ. Завязался разговор, и после этого разговора Елисей последовал за пророком Ильей. Почему? Потому что прежде пророку Илье было открыто, чтобы он пошел и помазал в пророке вместо себя Елисея. И, ну согласитесь, для выполнения такой серьезной миссии не может быть взят случайный человек. Поэтому благословение начинается с ответа Господа Бога на молитвы человека, на его просьбы. Благословение начинается тогда, когда человек, он желает исполнить волю Господнюю. Помните восклицание Божьего Сына? Вот я иду исполнить волю Твою, Божию. То же самое происходило в древности с пророками. Они были необыкновенными людьми. И для нас это пример. Пример вот этой уникальности, отделенности от мира, вот разницы во взглядах, разницы во вслове, разности в мужестве даже по той жизни. И Господь, он посылал свое уникальное слово через пророка людям, и пророк успешно его воплощал. Ну, сам принцип избрания пророка Елисея нам с вами понятен. Он веровал, Господь его позвал, он ответил на призыв Божий и пошел. Но дальше открываются интересные очень моменты, которые нам на первый взгляд незаметны. И эти моменты говорят, что слово, которое Бог посылает через пророка, его не так просто исполнить. Оно не так просто лежит на поверхности земли. Мы, когда слышим о благословении, то есть Бог послал благословение, нам может показаться, что благословение Божье – это приложение к нашему жизненному комфорту и еще какого-то, ну, такого удивительного, может быть, приятного, приятного откровения, умножения там познания. То есть некоторые люди ошибочно понимают, что благословение – это когда тебе было хорошо, стало еще лучше. Или когда тебе было, может быть, неловко, а вдруг решилась твоя проблема, пришло благословение. Но если говорить о благословении призвания, да, есть благословение жизни человеческой, это благословение, оно открывается в том, что человек идет от худшего к лучшему. Но благословение призвания, которое мы находим в пророках, это нечто необыкновенное. Оно показывает, насколько эти люди, призванные Богом, исполняющие Его Слово, были тверды в этом исполнении. Мы поражаемся, какое противостояние было между пророком или группой пророков и вот всем этим миром. Какая агрессия, какие замыслы, какие тучи вокруг, какие силы ополчались против них. Вот здесь мы по-другому смотрим на благословение Елисея. Некоторые черты Его благословения, как оно расцветало и как мы понимаем благословение, иногда верно или неверно, сравниваем с тем, что происходило с Елисеем. Первая странность, которая нам открывается, если мы будем внимательны к судьбе Елисея и к тому, то есть, смотрите, есть человек, через него действует Божье Слово. И когда мы с вами примитивно смотрим на вот этот посыл Божьего Слова с неба, мы условно делим людей на две группы, две категории. Налево мы отделили здесь каких-то недостойных, да, направо мы поставили праведников. Это мышление друзей Иева, которые четко понимали для себя, что Господь Бог, Он видит все, что делают люди, и Он благословляет праведника и проклинает или наказывает, скажем так, вернее, будет сказать, наказывает нечестивца. Так и люди часто понимают движение Божьего Слова в благословении. Оно должно прийти к лучшему. Ну, такое и встречается в Писании. Ну, если притча Христа о минах или притча о талантах. Имеющему дастся еще, но это финал, это кульминация. Но прежде, чем этот имеющий получил от Господа такую награду, сначала было благословение. А вот благословение он получил через талант, скажем. А чтобы ему это благословение, это Слово Господне воплотить в жизнь, ему нужно талант этот было умножить. И это уже труд. Я вернусь к Елисею. Особенность его служения заключалась в том, что Бог его послал не к праведникам, Господь послал его не к тем, кому он хотел бы идти, но он его наполнен Слово к тому народу, который был в отступлении. Это десять колен израилевых, которых Господь некогда дал царю, ну, своему, опять же, избраннику, Равааму. Но Варам, Раваам отступил, Раваам устроил поклонение идолам в стране, и страна начала, ну, вошла в такую фазу падения своего. Ведь мы прекрасно понимаем, что если царь-нечестивец, следовательно, но он ведь не один был в стране-нечестивец, ну, Елисей уже нес Божье Слово во времена царя Ахава. Это очень серьезный противник Божий. Вы помните, какое противостояние устроил Ахав и его жена Изавель или гонение на всех пророков, включая пророка Илью? Это было мощнейшая атака на Божий легион служителей. Мощнейшая. Там вопрос жизни и смерти. Они прятались в пещерах, чтобы не быть уничтоженными. И у нас сразу тут же возникает вопрос, какая роль пророка в данном случае? Роль пророка, да, принести Божье Слово, и мы начинаем удивляться Божьему действию. Оказывается, вот в этой проклятой стране, где проклятый царь, проклятая царица, проклятый чем? Они заключили завет с демонами, они приносили жертвы бесам, бесовским князям, они устраивали эти капища, они были людьми нечестивыми, они были убийцами, они были отступниками в вере, и они были достойны наказания, наказания. Но здесь есть одна деталь относительно этих людей. на них лежала печать благословения Авраама, потому что это были потомки Авраама, но падшие до такой степени, что они должны были быть просто поражены Богом, но что делает Господь? Здесь открывается для чего Господу Богу нужен был Илия, пророк, вот те группы пророков, в данном случае пророк Елисей, ученик Ильи, и еще оказывается, там было семь тысяч людей, которые не преклонились перед Ваалом, но которые также в эту страну, страшную страну, страну, противящуюся самому Господу Богу, они несли благословение. Вот что для нас непонятно с вами, вот что должны мы принять, что не по нашим пониманиям Бог благословляет. Там, где мы с вами проклинаем, Он благословляет, там, где мы считаем, что все безнадежно, Он открывает источники жизни, и нам бывает непросто нести Слово Божье по той причине, что мы не понимаем, почему в данном случае Бог благословляет этого человека, или этих людей, или этот народ, или эту страну. Так было с Ионой, пророком. Он даже отказался идти в Ниневию и проповедовать, там, благословение Божьего Слова, потому что он сам для себя этих людей причистил к проклятым погибшим, он желал их гибели. Смотрите, Бог посылает Слово к тем людям, которые достойны смерти, которые не имеют ни единого шанса для спасения, и которые в глазах других людей не уже отвержены, они вычернуты из список Божьего откровения, Божьего обращения, Божьего Слова. И в данном случае подвиг Елисея заключается в том, что он в этой стране, страшной стране, враждебной к Богу стране, приносит Слово Божьего благословения. Мы понимаем так, что проклятие на землю, она приходит потому, по той причине, что люди начинают соглашение с дьяволом, и начинает страна рушиться. Что делает Елисей? Елисей несет Божье Слово и откровение жизни туда, где, по логике человеческой, его не нужно было нести. Вопрос, почему это делает он? Он делает это потому, что ему это говорит Бог, и он понимает, что ему говорит Бог. Разница между служением Илии, пророка Елисея, очень существенная. Илия был в изгнании, Илия скрывался от царя Ахава, и уже в такой самый жесткий момент жизни и борьбы своей, он просил Бога удалить его, даже лишить его жизни, потому что у него силы просто закончились. Необыкновенное положение Елисея. Если мы читаем его историю, то мы находим, Елисей, как, сейчас и был советником царя. Царя, который руководил нечестивцами, ведь не только царь, не только царица, но и вельможи, все царедворцы, все близкие люди, они были соратниками царя. Может быть, они не были такими вдохновенными идолопоклонниками, делали что-то по инерции или по корысти своей, но они были врагами божьими. И вот в этот вражеский стан Бог посылает человека, но это еще не самое страшное в наших глазах, что он его туда посылает. Он его посылает туда для того, чтобы этих людей благословлять. Удивительно. Пророк Даниил оказывается в самом логове Вавилонского императора. Это цитадель идолопоклонства. Это необыкновенно ярости и деспотизма человек, но которого, тем не менее, Бог поставил для исполнения определенных своих задач. Мы должны это понимать. Бог посылает пророка, Бог посылает человека в какие-то страшные, непонятные условия к отвратительным людям. И для этих отвратительных людей Бог через пророка дает благословение. Вот что непонятно, но нам должно быть понятно, что истинный пророк, истинный Божий человек, он в том-то и открывается, что он способен нести благословение туда, где должно быть принесено проклятие по нашей с вами оценке, что и делал Елисей. Он пришел в Ерихон, Ерихон необыкновенный такой город, написано, что кто его восстановит, такое было проклятие на него сказано, то он будет восстанавливать его на своем первенстве, на своем младшем, закончить, так оно и было. И на городе лежала печать проклятия. Не было ни единого шанса у этого города, человек с нормальной такой логикой, придя в этот город, он бы искал моментов, когда этот город разрушится, когда он падет окончательно, и там у них была одна проблема, он действительно был близок к падению этот город, там назревала демографическая катастрофа, в чем дело было, в этом городе была горькая как бы правильно сказать, какая-то ненормальная вода, и может быть она чем-то была минерализована, может быть там был в ней радиоактивный состав, мы не знаем что там было, но от этой воды женщины были, или мужчины были бесплодны, то есть они не зачинали детей, не было у них такого благословения, это было проклятие для совершенно естественно проклятого города, что делает Бог. Он посылает человека, и согласитесь, это был необыкновенный человек, потому что он способен был вот таким образом волю исполнить Божьих, чтобы своей логикой не разрушить течение этих Божьих шагов. Елисей по Божьему благословению приносит слово Божьего благословения для проклятого города и бросает в воду слово молитвы через соль, вода вода преображается и город получает жизнь. Город получает жизнь. Вот такая миссия была у пророка. Мы также читаем, что пророк Елисей докладывал царю о намерениях врагов Сириян. Тоже странно, понимаете? В последствии мы читаем с вами, что эти колена они были все-таки отданы на расхищение, на озлобление и на рассеяние через Ассирийского императора. Но в данном случае Бог такой шаг навстречу делает людям, но Господь Бог действует через своих пророков, через своих людей, для того, чтобы посреди этой проклятой тьмы явить Божий свет. И этот свет являл пророк Елисей. Труднейшие очень времена и для себя и для того народа, но он оказался верным посланником и четко слово в слово придавал то благословение, которое Бог через него давал этим людям. Вот поэтому отношение Господа Бога к нему было необыкновенно. Обратите внимание, что Елисей человеком был бесстрашным. Это было от Господа. Вспомните осаждение Самарии, когда в Самарии был голод, съели все, что там можно было съесть, и вот в самый такой пик голодомора, когда уже никакой совершенно надежды, зерна нет, воды нет, нечем кормить ни людей, ни животных, враги окружили стан. И вот в этой ситуации, казалось бы, Господь должен наказать этих людей за что-то, но что делает Господь посылает через Елисея слово благословения. И когда пророк четко держит слово благословения, он находится под Божьей защитой. Для нас серьезнейшее очень указание. Мы живем во время, когда не каждый, вернее, редкий человек уверен, что он завтра утром проснется живым и здоровым, что его не разорвет в клочья какой-то там снаряд, что не попадет куда-то в плен или в какую-то передрягу, или что-то еще не случится. Вот такая ситуация. И тогда была ситуация сложнее, чем у нас с вами. Но пророк четко держится за слово Божье, и Бог хранит этого человека, когда пророк несет его слово. Мы читаем с вами, что в тот момент царь был разъярен именно против пророков, против Елисея, и он угрожал ему казнью. Но когда он пришел в молитвенную комнату, там, где в горнице собирались пророки, с ним что-то произошло, вы понимаете? Что с ним произошло? Он вошел в Божье присутствие, там, где пророк, там Божье присутствие. Он переменил свое мнение. И этому нечестивому человеку через Елисея Бог дает слово, Бог дает хлеб, Бог дает жизнь. Удивительно, 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 милость Божья. И не менее удивительно способность человека принимать верой это слово, которое не соответствует логике, оно нерационально, оно несправедливо, попросту, несправедливо. Ведь эти люди, они гнали пророков, они выгоняли их буквально из своей страны, нарушили Божий завет. А Бог им дает хлеб, Он дает им жизнь. Вот это благословение есть Елисея. Еще кратенько подведу итог, что благословение Елисея это есть способность его принять Божье слово, причем это слово ему непонятно по сути, почему так нужно делать. Мало того, это слово бывает, оно не вмещается в наш разум, в нашу логику, и мы против этого слова, но пророк его принимает, пророк его передает туда, куда оно дано, а этот народ недостоин был этого слова, и Бог его благословляет. Каким образом мы можем сравнить эту ситуацию, историю пророков, это не только Елисей, это и пророк Иеремия, это пророк Даниил, который был упомянут, Иезекииль, люди, которые шли действительно против вражна, против копья, шли, но они проходили через этот строй гонящих их, и приносили Божье Слово туда, куда его нужно было принести. Какое слово сегодня несет церковь? Это слово Христа. Пророчески Христос дал церкви одно очень важное указание, которое нам не следует с вами забывать. Он сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Это говорит о чем? Это говорит, что жизнь церкви, течение жизни церкви направлено буквально во врата ада. Во врата ада. Нам бы, возможно, хотелось, чтобы вот эта фраза была по-иному построена, что я создам церковь, которая будет хранить врата рая. Он сказал не так, вы понимаете, а он сказал, что против врат ада. Это значит, там, где самая адская квашня, там должна быть церковь. Это как бы нам с вами понятно, но если связывать это понятие с благословением Елисея, то здесь мы можем с вами не согласиться, нам не хотелось бы с этим соглашаться. Оказывается, какая роль церкви перед вратами ада? Что забрасывает церковь во врата ада? Что приносит церковь в эти врата ада? Благословение, друзья мои, благословение, которого недостойны те народы и те люди, и те правители в том числе, которые руководимы вратами ада? Здесь и фантазии большой не надо, чтобы понимать, что такое адская какая-то империя, которая руководима бесами, какими-то демоническими князьями, какой-то страшной такой империей смерти, держава смерти, исполняющая какие-то идеи самого дьявола. И вот борьба церкви выражается не в том, что мы, как какие-то артиллеристы, бросаем в эти врата снаряда, определяем, кто из этих людей самый нечестивый, и предлагаем Господу поразить нечестивших. Вот такое чистилище. Это приятная, знаете, была бы такая идея, или как правильно сказать, такая миссия, миссия, ставить печати, печати, отправлять людей в этот ад, то есть их толкать, толкать. Но Бог делал не так через пророка Елисея, через своих божьих людей. Сегодня и сегодня слово, которое Господь Бог дает церкви, оно направлено во врата ада. Это слово благословения. Это то слово, которое Иона в Неневию принес к нечестивцам, таким, которых на свете больше не было. Какой вывод мы с вами делаем? Мы вывод делаем, что сегодня миссия благословения, она открывается через церковь и продолжает действовать через церковь, посылая слово через церковь этим нечестивым, неправедным и богопротивным людям, которые достойны только смерти. Но церковь делает обратные логики. Если мы желаем иметь благословение Елисея, если нам интересно эта его жизненная позиция и отношение Бога к нему, нам надлежит и поступать так, как Елисей. Благословить воду Иерихона, мертвого, мертвецов, не толкать дальше болото своими прокленами, а напротив благословлять их, как Елисей Словом Божьим благословил Самарию, Самарию благословил и открыл для нее врата насыщения, хлебом насыщения, и они смерти перешли в жизнь. Поэтому в наших собраниях сегодня звучит слово благословение, и мы благословляем, как правило, нашу землю. Там написано за все благодарите, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. Это миссия церкви, это миссия церкви, и в этом мы исполняем Божье слово. Но уже каждому или какой-то по местной церкви отдельности для нас там служителям Господь Бог откроет в чем для тебя может выразиться благословение пророка Елисея. Но в любом случае для нас важно в молитве снискать вот то предназначение, которое Бог для нас с вами определил в трудные времена, в такие критичные времена, когда чаще всего язык поворачивается для того, чтобы проклинать. Но опираясь на вот эти истории и на действия Божьих через пророков, мы все-таки будем благословлять, да поможет нам Господь в этом намерении благословляя, мы сами будем расцветать. грн, 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 грн,